Субтитры сделал DimaTorzok Бизнес-класс И в итоге Opel Insignia, смотрите позднее Мне это сейчас не настолько интересно Я покатался на Opel Meriva Вернее, я поехал тестировать Opel Insignia И протестировал Opel Meriva Так получилось, что Insignia оказалась Дорогая на вид Но неинтересная внутри А Meriva оказалась Дешевая на вид Но Эта машина изменила мое мнение Компании Opel Это полноценный европейский автомобиль Это более чем очень хороший автомобиль Это автомобиль Сделанный профессиональными Инженерами Это автомобиль, сделанный Профессиональными Даже не инженерами А талантливыми Людьми Которые понимают Как должен ехать автомобиль Я давно уже говорил Что у Opel Меня поражала Еще старая Opel Astra В предыдущем кузове Когда я ее тестировал И Opel Vectra Когда я на ней катался Это было давно И видео, естественно, не было Тогда я переделал для себя И меня поразило Что Opel Astra и Opel Vectra Это две совершенно разные машины В Opel Astra Хороший автомобиль Качественно сделанный Opel Vectra Неинтересный автомобиль Сделанный людьми Которые никогда не встречались Разве что в столовой С теми людьми Которые делали Opel Astra И вот это удивительно было И сейчас Сев в Opel Meriva Я могу сказать только одно Это полноценный Стопроцентный автомобиль Это концентрат драйва У машины замечательная подвеска У машины отличный мотор 140 лошадиных сил Турбированный, бензиновый Здесь, в Чехии Вы можете купить машину В комплектации с заводской установкой Автогаза Чем хороша заводская установка Автогаза Газовая установка Газобаллонное оборудование Тем, что оно сделано Просто очень качественно То есть оно не течет Оно гарантированно не течет Оно гарантированно Низкий расход имеет То есть, в принципе Стандарт должен быть такой Бензин плюс 1 литр Если расход топлива Допустим, 7 литров Для какого-то 2-х литрового двигателя Там 1,7-1,8 двигателя Старый, например, в ЧАО Где-то 7 литров То 8 литров он должен расходовать На бензине На газу Когда вы устанавливаете Газовое оборудование В другой какой-то фирме Никто вам не гарантирует Никого расхода Отдельно по машине То есть машина сделана Очень качественно Машина продуманная в салон Классно Ну, это, конечно, запасы Да, только время А, было Слушай, ну это карета Это как убирается, интересно Слушай, ну Размер очень большой А вот это высоко очень находится Ты видишь, да? Слушай, ничего себе В Opel сделал Слушай, класс, да? Очень напоминает этот Говорю, каретная такая посадка Как семейный автомобиль Конечно, замечательно Почему-то у нас сиденья не делается Вот такой двери нет Смотри, видел? Не, не вижу Что там? Запчасть снимается Большой ящик, да? А, ух ты А, да тут всего То есть тут можно сдвинуть А я уже Как уже? Слушай, она выдвигается К себе? Она вообще вот так На ишкошек, по-моему, выдвигается Слушай, Opel очень сильно изменился Да? Всего два метра А, то есть это было узкое Это расширилось? Да Не размешалось То есть это такая трансформация То есть, короче, она развернула 10 метров на 5, наверное, минимум Да? А то и на 10 Здесь потом Можно Другие материалы А, ну так В принципе, просто аккуратно И все Да? Вот это вот Это лечки же, да? Да Лечки И сетка там уже Просто какие-то эти Ниши, я смотрю, да? Ага Ну это стандарт, да? Это же не полностью Откидывается Ага Вперед уехала? Вперед уехала? А что уехала вперед? Как уехала вперед? Ну вот так Ну и все Спинка что-то, да? Целиком Вот она, видишь, насколько ближе Ааа Да, слушай, забавно Отсветка А как ее обрадуется? Не понимается? Нет Может клавишка какая-то? Может Крепление ленинского пресла Якорь То есть это еще нужно проходить обучение? Потом можно Супер Слушай, маленькая вроде машина Но объемов сзади очень много Ну и это так же приближается Вот это надо тоже, наверное, створить Как она? То есть она реально сдвигается в сторону? Она наискосок Не в сторону То есть если ты А она только наискосок? Ааа, это надо отодвинуть Это надо отодвинуть Вот так наискосок Ну от себя Слушай, а знаешь Потом она двигается А сзади ровно Прям под коробку размер Вертикально практически Стала стенка Да Она откидывается Ну в смысле там пружина Супер Ну да Просто отталкиваешься И она едет сначала назад А за устав Ну там бы теперь не достать Это здесь стоял под локом А, ну так это можно обойти И вынуть его Ну да Ну да Ну да Ну что что? Ну очень много места Удивительно просто Успешные все успешные машины Это, во-первых, компакт-класс Что-то среднее между полу-классом и гольфом Туда очень часто попадают именно те, кто думает У потребителя Если вы помните Наиболее успешные модели такие Это, наверное, гольф четвертый был Это замечательная машина С замечательным салоном Не совсем Не самая лучшая Но она эпохальная Ниссан Альмира Старая Тоже замечательная машина С замечательным салоном Все было продумано И вот эти машины То есть и вот Опель Мерива Опель Мерива уникальна Когда я сел в нее Меня поразило то, что В отличие от многих машин Где приходится устраиваться Эта машина Была уже изначально Сделана так удобно и комфортно Я в принципе Во мне метр восемьдесят Ростом Метра восемьдесят Один И во мне Вес Вес То есть это где-то Средний То, что Уже Ближе Так скажем Как бы Высшей Точке Норма То есть В принципе Люди Где-то Вот Наши Моего роста Имеют сейчас вес Если Ничто Ничем не занимается Вес Где-то Ровен Сто Килограмм Единственный Минус Который я Заметил Для таких Крупных Мужчин В этой машине Подушка Сидения Зажимает Задницу И Вы не можете Уместиться Вот я Даже В принципе Даже я Не могу Там уместиться То есть Так вот Комфортно То есть Мне придется Подождать Допустим Короче Когда у меня Тресло Не может Попридавиться И не может Встанеть Расскребование Оно очень Жесткое Хотя Спинка Например Позволяет Сидеть Более К комплектному Человеку Машина Машина Задуманная Как семейная Это парадокс Но это профиль То есть Опель Этой машиной Завоевал Мое уважение То есть Я Не рассматривал Опель Как Вполне Серьезного Конкурента Например Таким Марком Как Peugeot Траевским Марком Ситровян Но Эта машина Сделана Очень Качественно Единственный Минус Конечно То Что В этой Машине Органы Управления Более Немецкие То есть Машина Явно Немецкая То есть Она Заточена Под Германию Она Очень Напоминает Вальцвагеновский Органы Управления Нет Такого Включения Габаритов На Рулет На Тежо Я Привык Мне Это нравится Мне Не нравится Иметь Включение Габаритов На Приборной Панели Но Сейчас Включение Габаритов Света Происходит Автоматически То есть Датчик Дождя Датчик Света В машине Можно Сказать Навигацию Сенсорный Дисплей Очень Удобно Расположена Панель С кнопками Находится Практически Досягаемости Руки Под рукой Находится Подлокотник И Ручка Переключения Ручного Коробка Передач Шестиступенчатая Ручка Переключение Задней Передачи Традиционно Идет Для Опеля Наверное Даже Пальсоидом По-моему Тоже У немцев Вперед Идет А не Назад Как Допустим Фежо Но Надо Учесть Что Это Шестиступенчатая Коробка И Сейчас У многих Идет Переключение Вперед Для того Чтобы Переключить Назад Раньше Было Кольцо Под Ручкой В Opel Теперь Клавиши Такая Напоминающая Урок Как На Автоматической Коробке Передач Например Того же Mitsubishi Lancer То есть Переключение Идет Достаточно Удобно Это Сделано Шестиступенчатой Коробкой Передач Очень Уютная Машина Вот Я реально Сел Все Под рукой Оказывается Руль Под рукой Сижу Очень Удобно Кресло Очень Удобно Лобовое Стекло Смотри Кстати Говорят Уходит Немножко Вперед Крыша То есть Нет Визуального Ощущения Что Здесь Стекло Когда Начинается Давит Крыша Очень Удобно Датчик Дэкс Очень Хороший Это Удобно Расположено Есть Что Конечно Дисплей А Дисплей Может Быть Белкий Может Здесь Да В принципе Очень Дисплей Графическое Дисплей Графическое Большая Машина Большая Большая То есть Ее габариты Вполне И для города Получается Внешне Небольшая И для Машины Получаешь Большую Машину Вим Я Кур Бижотти Мне нравится Эта машина Ну-ка Продачок Интересный Продачок Небольшой Лишь бумаги Поместится Конечно Зад Мне удобно Когда я делаю Такой маленький Продачок Ничего Ем Половится Кроме Перчаток Ну С другой Стороны Он Все Я привык Просто К большому Продачку Мне нравится Что это Находится Не там Где-то Вдалеке А под рукой Все органы Управления Ручка Не мешает Есть еще Смотри Кликер Интересно Сделан Регуляция Наверное Там Индикация Ну-ка Может меня Зажигает Как-то Огнезд Ожигается А-а Никак Здесь Получается Вот Даже Укомболит Вот Ну Они Как-то Это То есть Чисто по-немецки Как Фальцагин Сделан Регулировку По-моему Я в Опеле Второй раз Жизни Я был Когда-то Сидел В Вектре Б Мне Электро Б Не Понравилось Вот Вот Эта Машина Интересная Слушай Ну реально Интересная Машина А вот Эта Как-то Просто Да Это По-моему Как раз То есть Тоже Снимается Перемещается Вот Эти Вот Эти Электронный Ручник Коробка Удобная Ручка Расположена А вот Это Что такое Это Задняя Задняя Слушай Сделано Как на автомате Курок Такой Качество Очень хорошее Что-то Мне захотелось На нем Покататься А Главное Очень удобно Сидеть При этом Как бы Сидеть Токсины Как Покус Своей Капаритой Мне кажется По спинтик По ширине Должен быть На более Купом Человек Хотя Регуляция Нема 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 Вот Кремл 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 У меня Лежит Просто Телефон Так Это Кремл 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 Очень удобная посадка Просто я в восторге Я не знаю Когда она сейчас ездит Только когда она сейчас Новая выглядит А потом Хорошее Оформление Панелей Приборов Колодцы Спортивная Все Очень качественно Сделано Качественное Материал Меня поразило То что В Opel Insignia Применены В Opel Insignia Применены Жесткие пластики Вот это Меня поразило А Более дешевая машина Практически На 3 дешевле Машина Если не В половину Opel Meriva У него Пластиками Жесткими Сделаны Только Самые Необходимые Вещи Типа Карманов А Все остальное Сделано Мягкими Пластиками Очень высокого качества Мне понравился Небольшой Дизайн Вкладыш На передней панели Непонятный Фартук Что он Символизирует Непонятно Стижение Компании Opel Делегиста Стижение Компании General Motors Компании Но это 100% Немецкая машина И эта машина Лучше Чем Фальцваген Например То есть Машина Лучше Чем Фальцваген Машина Лучше Чем Пережой 308 При этом Имеет Привлекательную Цену Замечательно Обстроенный Салон Мне очень Понравились Двери Которые Скрываются На встречу То есть Это реальная Семейная Автомобиль Слушай Ну Двери Оригинальные Довольно Двери Такси Просто Слушай Если мало места В принципе Вылезки тоже Не проблема Не распахи Оригинально Я не ожидал Такого Отопили Как Заметил Менеджер И он Показал Что Она Удобна Для детей Она Удобна Для Стариков Пожилых Людей Там Дверь Распахивается Ручка И вы Входите Как Не знаю Машину Классом Выше Лимузин Какой-то Типа Метрокаба Томфе Лондонского То есть Сидение Очень удобное Сидишь Высоко Машина Имеет Хороший Багажник За счет Того Что Задняя Стенка Практически Вертикальная Как У старых Volkswagen Гольд ТМ Была Машина Практически Укороченная Универсал И Багажник Получается У нее Достаточно Большой За счет Того Что Задняя Стенка Сидений Она Практически Смещается И получается Такая Вертикальная Стена Там Получается Такой Кубик Там Можно Привозить Устаревшие Старые Телевизоры Но Достаточно Объемные Практически Прямоугольные Простанства Багажника Ну Естественно Обычно Запасное Колесо Под полом Прячется Запаска Но в Европе В Европе Многие Меня обвиняют В том Что я не могу Найти запасного Колеса Я хочу Просто Для таких Влизи Сказать В Европе Уже Нет Запасных Колес В Европе Не Принято Пользоваться Запасным Колесом Обычно В комплекте Идет Такой Вкладыш Вместо Запасного Колеса В котором Лежит Компрессор Какие-то Аварийные Вещи Типа Крюков Башмаков Там Не знаю Там Краза Компрессор И главное Герметик То есть Вы заливаете Герметик Колесом Подсоединяете Компрессор Накачиваете Его И он Затягивает Колесо И вы Доезжаете До нужного Места То есть У вас Нет Необходимости Ставить Колесо Нет Необходимости Ставить Запас Ну Соответственно Нет Необходимости Лезть Кратом То есть Все Достаточно Культурное Все Достаточно Культурное Это Европа То есть Здесь Уже К этому Привы Об Опере Мерива Можно Говорить Только С точки Зрения Семейная А просто Как машина Интересно Было Поуправлять Быть Чуть Далеко Ну В принципе Нормально Машина Хорошо Сидит Ой Ага Пока Спутанная Регулировка Смотри Когда я хочу Регулировать Можу Когда у меня Надо Автоматический А если будет Велкий дисплей То будет Индикация Там Да Да Не надо А что Это Показано Что Обсажено Три Срочки Обсажены Одна Обсажена А где А где А где А где А А А А А А А А А Ага 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 Забжи 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 Места у меня Конечно Я сижу Очень далеко Кстати Дальше Чем Винсивни И выше Ну мне Эта машина И надо Места Просто Дофига Ой Ох Какие Тормоза Не мягче Кстати Так Тут Дизель Нет Нет Дизель А То есть Ну да Это УПГ-шная Будет Конечно А тут Белая Торцелёна Жень А она Как хорошо Гейдет Очень хорошо Четко переключается Передача Но Затем Опель Я помню У меня был Когда-то Латинти Только По тормозам Аккуратнее Да Непривычно Очень резко Привычный Гоняется Ну Если Бродиобиль То Бродиобиль На мануальной Отличное Привычное Привычное Ну Знаю Постой Часто Перевод Или Хочет С С Заспорт Луч То Я Мин Я Капываю Рык Рык Ну Вот Да Да Понятно Тренировать Для себя Машинка Едет Отлично Подвеска Отличная То есть Самая большая Подвеска Конечно Сейчас Здесь мягкая На реакции Нет ощущений Кстати говоря Рассказки Потому что она Лучная Замечаешь Максим Едет Очень простая Я бы не шуток Кстати Что она Сильная Мягкая Ну она мягче Чем Сигняя Сигняя Комфортная Она немножко Беловатная А вот эта Ну это тебе Скорее всего Больше ощущалось Потому что Ты все-таки За рулем А вот как Пассажиру У меня по ощущениям Она пожестче Вот Штыки Сейчас ощущаются Гораздо Дольше Но в принципе Она Комфортная То есть Как раз Что-то среднее Между Совсем Все-таки Все-таки Мне неудобно Сидеть У меня Моя попа Не умещается На этой Сидеть А вот Мне как раз Слушай Ну реально Получается Для кого я села Для лечения Ну может быть Потому что Здесь для детей Места как раз А зато Как ни странно В инфигме Я села И очень Боковые Вот эти Подпоры Да Для сидения Очень чувствовались Такое ощущение Что у меня Сидение как раз Наоборот Сжимало Что оно было Удобный Очень обзор Я вижу Там даже Полосы Здесь ничего Не мешает Как похваривает Тисяча Пашина Слегка управляется Почувствуй себя Золотой рыбкой Тормоза резкие Странно Да И сильные Такие Такие Мягкие Тормозы Такие Мягкие Ну ладно Зато так Веселее Ого Какое ощущение Красиво Приятно Управлять Очень хорошо Погуляем Прикон очень комфортно Сколько тут Лошадей Колит коней Матва Силы 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 Педаль Ты не хочешь Ложать Ага Знаешь Я боюсь Поеду Сальско Почти Ну а Хорошо Поросы Работают Нормальные Ну а Машина Это Семейный Автобус Типец 140 Машина Ну а что Я не против Ну она Летит Конечно Машина Интересная А сколько У меня Кстати Было По-моему Столько И было Су Тридцать Практически Меня Вполне Устраивало Так что Интересно А здесь ЛПГ Мне понравилось То что здесь Можно показать Взрослую Становку Потому что По-любому Такой станок Люди Здесь Как-то Установим А здесь Взрослой Мариант Здесь Мне нравится Больше Она как Не настолько Версткая Руль Нет Она Абсолютно Хоть Отпускает Я доглавлю себя На выставе Что я Не управляю Ей Сама Ей Она Стабильнее Держит Народ Всего Привыча Бородов Хорошая машина Руль спортивный Как бы Нашел Останется в веках. Машина очень приятная. Так хочется ей порулить. Она реально слушается отлично. Не могу понять, то ли я не дорос до инсигнии. Вот это и проблема приятная. Я все время забываю. Я забыл. Шестиступенчатые вперед за них. Ой, они туда поставятся? Да. Это как он? Да. Да. Когда? Когда? Я не видел, там подстаканник. Только он как-то совсем глубоко. Туда. От машины я в восторге. Машина реально хорошо едет. Очень интересно. Мне он нравится больше инсигнии. Он лучше. Интересен. Еще и вот Астроба, конечно. Попробуйте. Но мне кажется, что в этот салон интересен. Салон здесь место полно. Просто я очень далеко сижу. Даже дальше чем инсигнии. Изрядно причем. Я говорю, место над головой. Тоже здесь головой. Никогда не впишешься в потолок. И да. У меня тут аирбэк. Так что если есть дети, они вообще. Я Opel вообще не рассмотрел. Как по машину, да? Да очень долго. Но мне вот Астра нравилось. А вот Мири мне внешне не нравилось. А вот Мири мне внешне не нравилось. Да. Впереди она вниз. Внутри. Вот сейчас реально. Внутри. Надеюсь, интересно. Ну, снаружи да. Снаружи она не настолько. К сожалению. Что из минусов, да, я уже назвал. У Opel есть одна, вот у Мирио есть одна особенность. После езды по кочкам остается такое впечатление, что как будто, вот знаете, связь подвеска и кузов автомобиля в этом месте идет как бы очень жесткий контакт. Вальцваген обладает, например, жесткой подвеской. Здесь, в Opel, подвеска вроде как мягкая, но встык какой-то это будет. Здесь Peugeot выигрывает, например, да. То есть, если ты чувствуешь, что проезжаешь удар, да, то есть ты как бы в Peugeot, например, старый Peugeot 46, чем хороший по мотору, ты слышишь удар, проезжая неровность, но она не отражается на кузове. А чем, допустим, мне не нравится Volkswagen? Ты проезжаешь, ты слышишь удар, да, и ты чувствуешь, как бы он сразу же тебе отдается на тебя, да, передается. Здесь комфортно, но здесь вот как раз вот эта вот невязочка, они делают мягче похожую подвеску, и машина едет. В отличие от Volkswagen, в этом месте и подвеска, подвеска отрабатывает хорошо. Но связь между подвеской и кузовом очень жесткая, и ты как бы чувствуешь отсроченный немножко удар. То есть, происходит как бы удар, а потом удар на тебя. Это тоже некомфортно немножко. Хотелось бы, чтобы вот подвеска была такая напружиненная. Например, Citroen DS4 обладает такой же подвеской. То есть, она жесткая. У нее идет как фальсфагена, связь практически прямая, то есть, жестковатая. В Чехии, в Германии нет таких больше дорог. Я не знаю, кто сказал, что в Германии, например, идеальные дороги. Я проездил Германию, то есть, там не идеальные дороги. Там тоже есть стыки, есть неровности. Есть один нюанс. В Германии разрешена большая скорость. Если подвеска очень жесткая, машина хорошо держится на всяких там поворотах и прочих. То есть, ну, вы останетесь как бы живым, да. Но комфорта это не добавляет. Поэтому сейчас немцы применяют, на дорогих автомобилях применяют изменяемую подвеску. То есть, выше, ниже, там вот эта жесткость меняется в подвеске. Что я хотел сказать. То есть, конечно, замечательные настройки, стандартные настройки, вот перемиривая именно по части руля. Если подвески есть какие-то небольшие, они микроскопические. Это чисто от меня, потому что я такой... Потому что я, наверное, марамонь, да, на счет подвески. Я люблю комфортную подвеску. Комфортную и хорошо рвающуюся, да. То есть, она должна быть целкая, как кошка. И когда подвеска дает небольшой дискомфорт, меня это беспокоит, да. Вот, если на это не смотреть, Opel создал идеальную подвеску, да. Идеальную подвеску, идеальный траверский автомобиль. Я не знаю, зачем он это сделал. Допустим, в семейной машине, в которой, наверное, будет ездить женщина какая-то. Но если смотреть с точки зрения того, что владелец автомобиля воспитывается, наверное, своим, ну, производителем, да. Я скажу так, что если брать семейные автомобили, то, вот, за последнее время, мне понравилось, вот, идеал, совсем полный идеал, пришло 2008, да. И вот, мне очень понравился Honda Civic, да. И вот, пожалуй, еще одна машина, которую бы я точно купил, да. Если вот чуть-чуть доделать салон и чуть-чуть доделать подвеску. Даже, наверное, подвеску меньше, нужно салон все-таки более... чуть-чуть. То есть, больше не надо. Вот чуть-чуть доделать. Не очень понравилась организация, как сделан климат, вот этот блочок климата, набор кнопок и рычажков. Наверное, можно к этому привыкнуть. То есть, если владельцы есть уже, такой же точно блок управления в Opel Astra. Если есть владельцы новых Astra и Meriv, напишите, как долго вы привыкали к этому. То есть, мне бы хотелось просто это знать, да. Как, например, есть... Меня часто очень пишут владельцы Nissan Juke, и просто люди, которые нравятся Nissan Juke и мечтают его купить, пишут, что я к нему притираюсь, что на заднее сиденье они залезают замечательно при весе, там, больше 100 кг. То есть, такие колобки, да, ну, не знаю, с 45-м размером по ноге, наверное, они каким-то образом, не знаю, проскалькивают. Я хотел бы это тоже увидеть, если возможно. Вот я хотел бы, чтобы люди, если говорят что-то, подтверждали это каким-то видео. Отснимите видео, вам же не сложно. Здесь я хотел бы просто, если есть владельцы Opel Astra, судя по всему, машина похожа, в салоне похожа. В мире его мне больше понравилось в салоне, потому что в ней больше опций. Автомобиль сделан, правда, с продуманным очень салоном, таким, как бы, то есть, допустим, есть обувь, да, есть ортопедическая обувь. Есть, допустим, просто ботинки, да, там, а есть кроссовки или магазины, да, вот, обычная обувь, это как раз, наверное, Астра, хотя трудно назвать машину, которая, если она так же едет, как вот Meriva. То есть, я просто тогда не понимаю, что делать Peugeot 308 в этом году в автомобиле. Opel Meriva несколько простоват. Opel сделал замечательную подвеску, Opel сделал замечательную управляемость автомобиля, то есть, о рулении просто супер. То есть, эмоций, эмоций куча. Ого! 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 Красиво! Ого! 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 Особенно управлять. Очень хорошо страста гуляет, при этом очень комфортно. Очень приятно. Руль спортивный, как бы, Машина очень приятная. Так хочется ее же, порулить. Она страсть и заслушает. Коробки Opel всегда делали замечательно. Моторы, я тоже не слышал ни о них претензии, кстати говоря, ни к Ford, ни к Opel по части моторов и по части коробок передач. То есть Opel в этом плане сейчас к хорошему мотору, к хорошей коробке добавил хороший салон, хорошую подвеску, хорошую управляемость. Для меня это как бы, достаточно для меня это открытие, то есть поэтому я снимаю шляпу. Что хотелось бы еще рассказать о машине. Машина, в машине очень комфортно сидит. Ну очень уютная машина. Вот я реально сел, все под рукой оказывается, руль под рукой. Сижу очень удобно, кресло очень удобно. А лобовое стекло, смотри, кстати говоря, уходит немножко вперед, да, вот эту крышу. То есть нет визуального ощущения, да, что вот здесь вот стекло когда начинает, что давит крышу. Машину очень комфортно залезать. Из машины комфортно полезать. Решение с дверью мне кажется достаточно оригинальным, да. Не очень понятно, зачем сделана вот эта волна старая. Она, конечно, выделяет Opel Meriva из общего потока других машин. То есть вот эта новая Opel Meriva имеет вот эту вот волну, да, то ли окна. Которая вы безошибочно ее опознаете в любом другом потоке, да. То есть другой такой машины просто нет. Это единственное что. Я думал, что есть еще один нюанс, да. Часто очень бывает, что заднее стекло, например, опускается наполовину, да. За счет того, что там что-то понаваяли с дверью. Но вот в Meriva стекло опускается полностью. Там ставится где-то вот столько, наверное, миллиметра от литра чаще, или четыре. Полностью опускается. То есть заднее полноценное сиденье. Более того, они очень хорошо оборудованы активные столики. Ну, столик, конечно, дешевенький, но, ребята, у некоторых машинах его просто нет. Что бы еще хотелось, да. Мне бы хотелось, чтобы Opel все-таки не смотрел на всякие OPC, да. То есть свои гоночные вот эти вот заморочки. Opel все-таки не гоночные автомобили. Чего-то я как-то не помню, чтобы Opel занимал какие-то места, да. Там, Cetrolen, Peugeot там что-то занимает, но и тоже никто не гоняется, да. Спортивная машина. Наверное, ребята, если вы хотите спортивную машину, это надо смотреть такие профессиональные, да, полноприводные версии, типа этого, не знаю, Subaru, там, Honda даже, она тоже, наверное, спортивная такая заточка. Но Opel это не спортивный автомобиль. Это семейный автомобиль. Это автомобиль для среднего класса. И если вы хотите купить гоночную версию этого автомобиля, да, наверное, OPC, Astra какая-нибудь там, купе, приниженное. Но вот, да, это будет спортивный автомобиль. Но это не профессиональный, это лоховство. Это как заряженный, блин, автотаз. Почему все время Opel пытается это сделать, я не понимаю. Мне лично это непонятно, да. Opel сейчас, в данный момент, это очень хороший автомобиль для каждой дневной езды. Который дарит эмоции. То есть, Opel уже создал эту машину. Дайте еще эмоции. Сделайте дизайн-салон. Peugeot 208 сделал дизайн-салон. За счет этого вырвался практически на голову вперед. Я люблю машины. Я люблю, чтобы машина хорошо ехала. Я люблю, чтобы машина хорошо управлялась. Я люблю динамику. Именно не то, чтобы, знаете... Невозможно достичь максимальной скорости, да. Есть там Bugatti Veyron. Вы все равно его не обгоните. То есть, мне не интересна быстрая машина. Мне интересна приемностная машина. Эмоции, они... Это вот эти вот наклоны, да. Это вот безопасные наклоны. То есть, ты тренишь машину, а машина как-то идет совершенно предсказуемо. Не заваливается на колесе. Если машина завалилась на колесе, это уже отсутствие подвески. То есть, это не профессиональная машина. Это Hyundai. Opel – это профессиональная работа. Сядьте и проверьте. Я хочу еще после вот этой машины как бы хотел протестировать Opel Astra Universal. Мне стало интересно. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует... По-alers. По-алers. 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 По- lymph triggering. Продолжение следует...